Планета Земля – наиболее комфортная среда для её обитателей. Но стоит подняться на несколько сотен километров выше, как человек, хрупкое существо, состоящее из костей, крови и мышц, и неуёмного любопытства, начнёт испытывать жуткий дискомфорт, а без специальных защитных атрибутов просто умрёт. Что же будет, если отправиться дальше, в глубины нашей галактики? Какие скелеты в шкафу припрятала от нас Вселенная? Во-первых, там, как и во многих центрах галактик находится чёрная дыра Стрелец-А. Но оказывается, это далеко не всё, что ожидает будущих путешественников в Тёмном Царстве. Знакомьтесь, Великий Аннигилятор – объект, находящийся в относительной близости от главной чёрной дыры Млечного Пути. И хотя его название немного пугает неискушённый слух, попробуем разобраться, что это такое. Кодовый номер Великого Аннигилятора достаточно длинный. 1И1740.7-2942. Поэтому для простоты его именуют не цифрами, а словами. Кстати, буква И в коде обозначает, что объект впервые обнаружен в обсерватории Эйнштейна. Прежде чем объяснить, что скрывается под этим пафосным названием, попробуйте отгадать небольшой интеллектуальный ребус. Если столкнуть между собой частицы и античастицы, причём сделать это внутри огромной сингулярной воронки, что получится на выходе? Правильный ответ – в результате исчезнет и то, и другое, а взамен образуется третье. Для понимания можно привести отдалённую аналогию. Представьте, что вы бросили в ведро яблоко и грушу, а достали оттуда виноград. Если кратко, в этом и есть суть процесса аннигиляции. К слову, перевод данного понятия означает уничтожение или отмену. Так что же собой представляет Великий Аннигилятор? Этот микроквазар – сосед чёрной дыры стрелец А. И снова вопрос, что такое микроквазар? Если отбросить приставку микро, то это нечто схожее с квазарами – активными ядрами молодых галактик, во всяком случае работающие по тому же принципу. Только квазары – это сверхмассивные чёрные воронки, пожирающие всё вокруг. А микроквазары – рентгеновские двойные звёздные системы, где один объект – обычное светило, а второй – нейтронная звезда или даже чёрная дыра. В этом странном космическом тандеме один партнёр выступает каннибалом, непрерывно поедая вещество второго. Процесс сопровождается раскалёнными спорадическими выбросами или джетами, вылетающими с обеих сторон микроквазара с околосветовыми скоростями. Именно благодаря ослепительным вспышкам появляется возможность наблюдать эти смертоносные дуэты. Первый подобный объект был обнаружен ещё в прошлом веке, а точнее в 1978 году благодаря астрономам Кембриджского университета. По сравнению со своим старшим братом Квазаром, Великий Аннигилятор возможно и не столь зрелищный объект, но это лишь по меркам Вселенной. Согласно нашим ничтожным масштабам, микроквазар – довольно пугающая штука. Однако вернёмся к описанию Великого Аннигилятора, расположенного в районе созвездия Змееносца. Кто впервые его рассмотрел? Первенство принадлежит обсерватории Эйнштейна, а затем информация была подтверждена Международной орбитальной обсерватории Гранат. Телескоп, названный именем легендарного физика, наблюдал микроквазар в мягком рентгеновском диапазоне, а вторая обсерватория рассматривала его в жёстком. Дальнейшие исследования показали, что объект аннигилирует частицы, преобразовывая электрон-позитронные пары. Длина джетов, образующихся при этом, ориентировочно достигает полутора парсеков. А сам Великий Аннигилятор, согласно выводам астрономов, расположен ближе к нам, чем чёрная дыра в центре галактики, поскольку он находится с ней на одном луче зрения. Отсюда вопрос, представляет ли этот объект опасность для земной цивилизации? Ранее подобные опасения возникали также по поводу дальнего соседства чёрной дыры в центре Млечного Пути. Это неудивительно, ведь люди всегда боятся непонятного. Центральные области галактик на протяжении многих лет неизменно вызывали интерес учёных, поскольку исследование этих регионов значительно затруднено. Ранее считалось, что в сердце Млечного Пути не присутствуют активные образования, что само по себе странно, ведь в остальных звёздных скоплениях они, как правило, наблюдались. В этом случае сработала поговорка о соринке в чужом глазу, которую замечаешь, а в своём и бревна не видишь. Позже справедливость пословицы подтвердилась. В 1991 году с помощью приёмника Сигма, созданного российскими и французскими инженерами, учёные обнаружили в центре Млечного Пути источник аннигиляции. Располагался он примерно в 120 парсеках от самого центра галактики. Примечательно, что никакого излучения оптического или инфракрасного странное образование не обнаруживало. Но в радиодиапазоне фиксировались струи с бешеными скоростями, вылетающие в противоположных направлениях. Это был знаменательный день. Именно тогда учёные поняли, что центр Млечного Пути вовсе не пуст. Определить, что великий аннигилятор, вероятнее всего, является микроквазаром, астрономам помогли аналогии. Ранее, в 1964 году, в созвездии Лебедя была обнаружена бинарная система, источающая рентгеновское излучение. Тамошняя чёрная дыра и её компаньон, голубой сверхгигант, позволили астрономам провести параллели и правильно идентифицировать великий аннигилятор. Пройдёт ещё немало времени, и в 2002 году учёные обнаружат компактный радиоисточник «Стрелец-А», напрямую связанный с чёрной дырой, хотя в начале астрофизики даже не подозревали, с чем столкнулись. Почему? Да потому, что масса объекта по уточнённым представлениям составила 4,3 миллиона солнечных, при радиусе всего 45 астрономических единиц. Что ещё это могло быть, как не сверхмассивная чёрная дыра? К аналогичным выводам пришли две группы, работающие порознь, поэтому в 2020 году их руководителям за существенный вклад в астрономию была присуждена Нобелевская премия. Возможно, в кромешной тьме, перемежающейся огромными светилами, нас ждут ещё какие-нибудь сюрпризы? Этого не стоит исключать. Галактический центр Млечного Пути имеет диаметр 2000 парсеков, и это относительно немного по сравнению с его общей площадью. Именно там, в самом центре огромной спирали, прямо сейчас происходят процессы звездообразования. В этой же локации расположен Балдж – внутренняя сфера, характерная для спиральных галактик. Древние звёзды, населяющие Балдж, несутся со скоростями до 270 км в секунду, а полный оборот вокруг центра делают приблизительно за 24 миллиона лет. В 2016 и 2018 годах учёные разных стран, в частности Японии, на основе дополнительных исследований утверждали, что чёрных дыр в центре Млечного Пути гораздо больше, чем заявлено. Сколько же их может быть? Некоторые астрономы считают, что число таких объектов доходит до 20 тысяч. Правда, не все чёрные дыры, находящиеся на расстоянии парсека от центрального монстра, сверхмассивные. Итак, чёрные дыры, рождающиеся звёзды, микроквазар-великий аннигилятор. Тёплая компания, не правда ли? Поскольку Млечный Путь – наш общий дом, человечество не может оставаться равнодушным к таким соседям. Если по поводу Стрельца А и связанной с ним чёрные дыры можно временно успокоиться, поскольку воронка пока находится в спящем состоянии, то гамма-всплески или джеты представляют реальную опасность для любых объектов, находящихся на их пути. Релятивистские струи, раскалённые плазмы, летящие с околосветовыми скоростями, которые нам демонстрирует Великий Аннигилятор, притаившийся в центре Млечного Пути, представляют собой наиболее эпичные электромагнитные события во Вселенной, правда, менее зрелищные, чем у квазаров. В целом джеты порождает не только аккреция, возникающая при поедании одним объектом вещества другого, но и слияние нейтронных звёзд, столкновение чёрных дыр или взрывы сверхновых. Большинство этих чудовищных всплесков за несколько секунд выделяют бешеное количество энергии, примерно как Солнце, за 10 миллиардов лет, то есть за всю жизнь. Как вы думаете, это много? Что случится, если такой луч достигнет Земли или хотя бы окраин Солнечной системы? К счастью, Великий Аннигилятор, окружённый густыми газопылевыми облаками, не может похвастать очень длинными джетами, да и находится он от нас на расстоянии около 5000 световых лет. А вот если бы он сиял вместо Проксимы Центавра, ближайшей к нам звезды помимо Солнца, то гамма-всплески обязательно достигли бы поверхности Земли и спровоцировали бы массовое вымирание видов. Учитывая всё обнаруженное, центр нашей галактики напоминает квест-комнату из полинских размеров. Никогда не знаешь, что ожидает тебя в следующем газопылевом облаке. Похоже, что вселенная работает по принципу серии игр Escape Room. Нажмёшь не на ту кнопку, запустишь процесс самоуничтожения. Это не юмор. В макрокосме всё настолько тесно взаимосвязано, что любой сбой может иметь глобальные последствия, результаты которых будут ощутимы даже на Земле. Оставайтесь с Хабблом и узнайте много интересного о событиях, происходящих во вселенной. Невероятный тур от Хаббл. Подводное плавание с розовыми дельфинами на Марсе. Проведите сногсшибательные выходные на уютном судне посреди моря и поныряйте с редкими существами солнечной системы. Заказывайте поездку прямо сейчас в нашем телеграм-канале по ссылке в описании. Количество мест ограничено, как и количество лайков под видео. Взгляните на скриншоты, которые сейчас на экране. Это статистика от Ютуба. Что она значит? Заметьте, сейчас 57% зрителей этого канала смотрят без подписки. Это и есть истинная суть моего месседжа к вам. Поэтому, дабы не упустить Хаббл из разряда ваших подписок, вам нужно всего-навсего щелкнуть вот на эту красную кнопку, которая выглядит вот так, и находится ниже под этим видео. Закон вселенной простой. Помните это. Ведь каждая ваша подписка очень важна для меня. Чем больше зрителей, чем чаще они смотрят и ставят лайк, тем быстрее выходит новое, мега-увлекательное видео. Услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok